Сабантуй Сабантуй отпраздновали в Сергиевом посаде. В полдень 24 июня в парке «Скидские пруды» стартовал 18-й московский областной национально-культурный праздник «Сабантуй-2018». Пассивные работы закончены, да, и вот празднуется праздник, поле, то, что посажено урожай. Мы приехали с вами пирогами сюда, с татарской выпечкой, с национальной. Любовь Камаева, мастерица из Богородского, родилась недалеко от Казани. Специально для праздника приготовила медовые пряники. Ну, так как нас пригласили на Сабантуй, естественно, я решила в татарском стиле что-то сделать. Да, вот тут мишки в татарских костюмах и вот эти два, ну, конкретно Сабантуй. Это старинный татарский костюм, я так полагаю, казацких татар в национальном костюме. Вот это конкретно вот к Сабантуй, к этому дню я делала. Старалась прям вот костюм соблюдать. Сама я родом из Волжска, это рядом с Казанью, 40 километров от Казани. В Казани я была часто. Алинджам Галиев родом из Казани, из Татарстана на праздник привез национальные угощения. Чак-чак, хворост, домашнюю лапшу. Все, что представляет национальный колорит нашей республики на сегодняшний день, представлен здесь на ярмарке. Плюс, помимо этого, здесь представлены и национальные культурные соревнования, борьба, кураж национальная, лазание на столб. Да, вот здесь есть, допустим. Поэтому много-много еще других интересных моментов, которые бы гостям было бы очень интересно ознакомиться с культурой республики Татарстан и народом. Сабантуй – это праздник народов Башкирии и Татарстана, который отмечается в июне. В нашем районе проживают люди разных национальностей, в том числе татары и башкиры. Я уже здесь живу 37 лет. Сабантуй-то как-то меня как приехала, вышла замуж, вот, как-то родина тянется, как-то хочется вспоминать свою традицию, чтобы у нас все было. Ну, короче говоря, это Сабантуй для меня родное. Я сейчас живу в Мытищах, но раньше жил в Загорске. И каждый год проводил Сабантуй, лично сам, на Рыбочке. Знаете, Рыбочка, знаете? На Рыбочке. Каждый год проводил Сабантуй. Десять лет я здесь жил. Потом последний Сабантуй я сделал на Луче, стадион Луч. И тут даже большой Сабантуй организовал. Нам ЗОМС, знаете, Загорский капиталный завод, я там работал. ЗОМС выделил деньги, и мы очень большой, точно такой же праздник сделали. И борьба, там все-все было. Праздник Сабантуй находится под защитой ЮНЕСКО, как шедевр устного наследия человечества. Он имеет статус федерального праздника и проводится во многих городах России. В Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и других. Подмосковье очень любит, на самом деле, праздники национальных культур. И Сабантуй татарский сегодня здесь, на красивой, прекрасной, сергиево-посадской земле, проводится 18-й раз. Праздник этот у нас переезжает из города в город каждый год. Каждый год областной Сабантуй проводится в том или ином городе. В прошлом году Сергеев-посад принял эстафету у Колумны. Год назад, когда мы узнали о том, что праздник будет проводиться у нас, то, конечно, это не только сегодняшний день, когда мы проводим различные мероприятия, но это в течение года. Мы узнавали историю этого народа. Мы проводили различные конкурсы, сочинения, рисунков, изучали спортивную национальную борьбу. Мы провели детский Сабантуй. От имени президента Республики Тарстан, Руслан Мургалевич Мениханова, я рад приветствовать всех на национальном татарском празднике Сабантуй. Сабантуй проводится во многих регионах нашей страны и за рубежом. Московская область является другом татарского народа, чтит его традиции. На Скидских прудах Сабантуй развернулся на двух берегах. На противоположной стороне можно было научиться танцевать танго. Концертную программу праздника приготовили творческие коллективы двух районов Сергиево-Посадского и Лаишевского Республики Татарстан. В Подмосковье следующий праздник Сабантуй-2019 пройдет в Щелкове. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко, Тема. Субтитры создавал DimaTorzok